Игромир 2013 Показался нам несколько странным Территориально выставка стала занимать в два раза больше места Если раньше стенды выставлялись только в залах 3 и 4 То теперь организаторы задействовали всю площадь первого павильона Крокус Экспо Но вот только демонстрируемых игр от этого больше не стало Половину первого зала съела бизнес-зона Еще половину — гигантский стенд War Thunder А в оставшееся пространство втиснулась парочка игровых зон PlayStation и Nintendo Второй зал и вовсе был назван турнирной зоной И отдан во власть профи игрокам League of Legends и World of Tanks Далеким от киберспорта людям там было делать практически нечего Разве что взглянуть на презентацию Call of Duty Ghosts Да поглазеть на симпатичных косплеерш В залах 3 и 4 все было вроде как по-старому Но проходы будто стали шире А незанятого места в глубине павильона больше С одной стороны просторная бизнес-зона С более-менее нормальным пресс-центром Это хорошо и здорово Да и широкие проходы наверняка сделали передвижение между стендами в часы пик более комфортным С другой же стороны, когда мы услышали про увеличение площади игромира Сознание сразу же нарисовало утопичные картины, залитых светом мониторов залов Заставленных стендами так, что яблоку негде упасть А на каждом квадратном метре поджидали бы мега-хиты и супер-новинки В общем, нельзя сказать, что Игромир 2013 был хуже предыдущего Или что шоу в этом году не получилось Но и качественного скачка, увы, не произошло В первый же день состоялась совместная пресс-конференция издательств Paradox и 1S Soft Club Исполнительный директор Paradoxов Фредерик Вестер Похвастался ростом уровня доходов И поведал, что наш рынок для шведов очень важен Россия находится на третьем месте по продажам И на восьмом по приносимым доходам в соответствующих списках издателя Также были представлены три проекта компании Magica Wizard Wars, War of the Vikings И представленная впервые глобальная пошаговая фэнтези-стратегия Warlock 2 The Exiled Про магику и викингов мы уже довольно подробно рассказывали ранее Так что практически ничего нового про эти игры услышать на конференции не удалось Альфа-тестирование Wizard Wars начнется совсем скоро И записаться на него можно уже сейчас, на официальном сайте проекта War of the Vikings с начала октября и вовсе продается в Steam Правда, это еще не релизная версия, а нуждающаяся в доработках бета Но разработчики обещают постоянно обновлять свое детище Чтобы уже зимой викинги достигли релизного билда Смущает в проекте пока только один момент Сама игра стоит около 10 долларов А Valhalla Edition, включающая в себя доступ ко всем будущим дополнениям и DLC, аж 70 В связи с этим возникает закономерный вопрос Это ж сколько всякого платного контента нам планируют втюхать после релиза Если уже сейчас, продавая кота в мешке заранее и оптом Разработчики заламывают ценник в 7 раз по сравнению с базовым изданием Убить донатом любую, даже самую замечательную игру — дело нехитрое Третья же новинка Warlock 2 The Exiled является разработкой русской команды Inoco Известной не только предыдущей частью Warlock'а, но и варгеймом кодекс войны и стратегией Majesty 2 Продемонстрированный трейлер проекта, признаемся, нас не особо впечатлил Отсутствие кадров игрового процесса, стрёмные шуточки про большие огненные шары И непонятная фраза о том, что нас ждет война черепах Однако после беседы с руководителем студии разработчиков Алексеем Козыревым ситуация несколько прояснилась В частности, шутка про войну черепах рассчитана на англоязычную аудиторию Ведь словосочетание Turtle War созвучно с названием одной небезызвестной серии глобальных стратегий С юмором и сюжетом у игры вообще обещают полный порядок Поскольку сценаристом проекта является неназванный пока профессор филологических наук В целом же ожидаем всего того же, что было раньше, только больше Шесть рас, новые маги, свежие игровые режимы, улучшенный искусственный интеллект и прочее в том же духе Зашли в гости к нашим старым друзьям из Wargaming.net У стенда компании неизменно тусовалась куча народу, что неудивительно Разработчики разыгрывали среди фанатов множество призов, в числе которых были вездеход и два автомобиля Но шоу это хорошо, а классные игры лучше Обычными танками, понятное дело, Wargaming никого уже удивить не могли Поэтому припасли для нас танки необычные Версию World of Tanks для Xbox 360, мобильную World of Tanks Blitz, а также настольные World of Tanks Rush и World of Tanks Generals Консольные танчики предложат обладателям приставки от Microsoft примерно то же, чем славится компьютерная версия World of Tanks Только геймплей станет немного более быстрым и аркадным На ум сразу же приходит консольная Diablo 3, которые немногочисленные, но все же важные изменения, несомненно, пошли на пользу Про Blitz на сегодняшний день доступно не так уж и много информации, зато настольная Rush уже лежит на полках магазинов А на сайте Generals можно оставить заявку на участие в альфа-тестировании Последнее, кстати, по механике будет напоминать Magic the Gathering Но сперва она появится в цифровом виде и только потом обретет картонное воплощение Ну и про самолеты, ясное дело, тоже не забыли World of Warplanes совсем скоро должна поменять статус бета на финальный билд Поэтому сейчас в недрах студии полным ходом доделывают карты и модели самолетов Полируют баланс и занимаются прочими предрелизными приготовлениями В приватной беседе с Wargaming'ами мы поговорили о всяком В том числе и о том, чем сейчас занята купленная ими недавно студия Криса Тейлора Проанализировав всю полученную информацию, мы сделали вывод, что Gas Powered Games Трудится над чем-то онлайновым с участием современных танков Но официального анонса пока не было Так что имейте в виду, это все пока лишь слухи да догадки Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Call of Duty Ghosts наконец-то продемонстрировала на Игромире свое однопользовательское лицо Сингл Призраков примечателен тем, что в этот раз над сценарием проекта поработал Стивен Гейган Обладатель двух Оскаров, одного Золотого Глобуса и приза Британской Академии И до сих пор куски сюжетной кампании разработчики старались сильно не светить На презентации, помимо трейлера, крутили демку прохождения двух уровней В одном из них группа призраков под покровом ночи штурмовала небоскреб в Каракасе, столице Венесуэлы Вертикальный бег по полю из стекла и бетона, псевдо-стелсовые элементы и заскриптованный слоу-моушен прилагаются Другой уровень, по заверениям сотрудников стенда, демонстрируемый эксклюзивно на Игромире, возможно взят из самого начала игры Он напоминает фильм гравитации, в главных ролях мужчина и женщина в скафандрах, летающие в открытом космосе и в финале сгорающие в атмосфере Ну и конечно же не обошлось без громких бабахов при взрывах в безвоздушном пространстве Одним словом, серия Call of Duty остается верна традициям несмотря ни на что И смены концепции или отклонений от заданного давным-давно курса в Ghost точно ждать не стоит Если вы любите предыдущие части, попкорновые голливудские боевики, заскриптованные аттракционы и пафос по-американски, понравится и эта часть серии Ждете, когда Call of Duty одумается, станет более реалистичной или менее коридорной? Что ж, ждите дальше Ничего такого, по крайней мере в этом году, не случится Был на Игромире и Thief, показ включал в себя демонстрацию кучи геймплейных роликов и трейлеров, сопровождаемых голосом закадрового комментатора Наш протагонист, Гаррет, с одной стороны все тот же вор-профессионал из предыдущих частей, занимающийся кражами и разбоем исключительно удовольствия ради С другого же бока, перед нами не совсем давнишний знакомый, ведь новый Thief перезапускает франшизу, а значит перемены могут коснуться любой составляющей образа героя, как его внешности, так и всего того, что относится к его истории Действие проекта происходит в городе с большой буквы Г, повсюду нищета, злые стражники, неприятные болезни и авторитарная власть в лице некого барона К началу игры угнетенные простолюдины поднимут восстание, так что стража, помимо охоты на нас, будет занята и сдерживанием разбушевавшейся толпы Отличные условия, чтобы под прикрытием густого дыма от внезапно разгоревшегося огня революции украсть что-нибудь блестящее и очень ценное Thief нового образца вряд ли будет настолько же хардкорен, как и его предшественники Однако и легкой аркадной пробежки за золотом по крышам ночного города не ждите Ни здоровье, ни фокус, расходуемые на применение различных спецспособностей, не будут восстанавливаться автоматически Для пополнения этих ресурсов нужно будет находить и применять аптечки соответствующего типа Причем за восстановление шкалы фокуса отвечают коробки мака, что, как понимаете, довольно символично Если судить по роликам, то проект атмосферой и сеттингом напоминает Dishonored, а геймплеем — Hitman и Assassin's Creed Сравнение с ассасинской серией не случайно, ведь говорят, что львиная доля сотрудников монреальского подразделения Eidos В прошлом трудилась над первой частью приключений Дезмонда и Альтаира Да и успех предыдущего проекта этой студии, Deus Ex Human Revolution, настраивает на позитивный лад В отличие от Call of Duty и Thief В многообещающий зомби-экшен Dying Light от польской студии Techlon на Игромире можно было даже поиграть Правда, совсем недолго Демка была ограничена по времени, так что спустя несколько минут бегания и пробивания черепов, зараженных неизвестным вирусом людей Игра включала трейлер и просила геймера уступить место следующему человеку в очереди И, честно говоря, за недолгие минуты знакомства удивить проект не смог Первые впечатления удалось получить только о боевой и паркурной составляющих Все же, что касается ночного геймплея, ловушек, кооперативного прохождения и прокачки осталось за кадром Но паркур показался не таким продуманным, как в Mirror's Edge и не таким зрелищным, как в Assassin's Creed Ближний бой и вовсе разочаровал У каждого оружия есть, по сути, только один тип удара Так что сложной системой фехтования тут, кажется, не намечается В личной беседе представитель разработчиков уверял, что по мере прохождения игры Ваш персонаж научится новым движением А вы сами начнете придумывать и использовать хитрые комбо-удары, совмещающие атаки с элементами паркура Например, убегая от особо шустрого зомбака, взбежите на стенку, развернетесь в прыжке И убьете преследователя сокрушительным ударом сверху Но это все на словах и в теории На практике же пока не совсем ясно, чем Dying Light отличается от представителей серии Dead Island И отличается ли вообще Но судя по тому, как усиленно продвигает Dying Light западный издатель игры Warner Brothers У проекта действительно большой потенциал А мы, бросив беглый взгляд на ограниченную по возможностям и времени демку Возможно, просто чего-то не поняли Одним из самых любопытных событий нынешнего «Игра мира» оказалась демонстрация видео 15 минут геймплея Mad Max Новой игры от создателей Just Cause Неожиданным образом выяснилось, что разработчики делают не просто дежурный боевик, дополняющий голливудский блокбастер А занятный экшен, вполне имеющий право на самостоятельное существование отдельно от фильма Собственно, проще всего описать игру как рейдж от третьего лица Они не просто похожи, а буквально отражают друг друга Через те же пустоши приходится продираться на закованном в ржавую броню автомобиле Отбиваться от мародеров и зачищать бандитские лагеря Отличие, естественно, в подходе и реализации Мы не беремся судить, насколько будет скучно в местных пустошах Карта не балует разнообразием видов и ландшафтов А, очевидно, затяжные поездки на машине авторы почти незаметно отредактировали и смонтировали Зато, когда начинается экшен, как-то забываешь все лишние вопросы, которые всплывали в уме Пока пиарщица монотонно зачитывала выписанные на бумажку буклетные особенности игры Бравый Макс, уподобившись Бэтмену кисти Рокстеди С хрустом ломает руки, ребра и шеи своими пудовыми кулаками или подвернувшимися арматурами Особо ретивых и настырных герой размазывает грохочущим дозвон в ушах обрезом Притом смотрится все действительно достоверно Каждый удар и выстрел чувствуется На демонстрации то и дело разносились вздохи и ахи зрителей от особенно брутальных боевых комбинаций Макса Проект вызывает по-хорошему приятные ощущения Пусть оставляет за собой колею вопросов о сэндбоксе, сюжете и разнообразии заданий и мест на карте Эваленч явно занимается игрой с удовольствием Шедевр не ждите, но все же свою порцию похвалы Мэдмэкс заслуживает уже сегодня Интервью по Новому Союзу, как и Октябрьская Москва, обдавала холодом Серьезный неразговорчивый мужчина сухо и односложно отвечал на любой вопрос Что категорически не помогало понять и принять образ игры По сути, украинцы делают Fallout своей мечты Как десятки отечественных разработчиков до них лет эдак 10 назад Сами они от этого категорически отнекиваются Однако демонстрация явно подчеркивает, что перед нами именно калька с Fallout 3 За единственной оговоркой, если все знают, за что любить Fallout То вот понять, за что нужно будет полюбить Новый Союз, мягко говоря, непонятно Полагаться на одну лишь аутентичность несколько наивно В остальном игре пока трудно чем-то удивить Даже делая скидку на сырой билд игры трехмесячной давности, который то и дело вылетал на рабочий стол Редкие элементы Нового Союза можно считать свежими Выпытать что-то про сюжет не удалось Авторы его скрывают за железным занавесом, отделываясь общими описаниями Одно известно точно Значительное место в сценарии будет занимать тема путешествий во времени А еще ни в коем случае не стоит ждать суперзлодеев Или сражения в финале со спятившим генсеком, к примеру Также разработчики отнекиваются от философских и уж тем более политических вопросов Здесь не будут разбираться мотивы коммунизма и идеи социализма Советская тема скорее фон и преамбула, а не основа основ Новый Союз совсем не про это А вот про что разработчики молчат Узнаете, говорят с релизом, в следующем году Ни к чему не привели и вопросы о нелинейности Рассказчик пытался уверить, что сюжет любой игры по умолчанию линеен Но на контраргумент, что в соседнем зале показывают и рассказывают про Beyond Two Souls Где каждую минуту приходится делать выбор А на финише ждет 23 концовки Он не нашелся, что ответить Выбора между добром и злом тоже не будет То есть порой можно либо убить бандита, либо пожалеть и отпустить Но это не повлияет ровным счетом ни на что Потому что в Новом Союзе не запланирована система кармы и репутации Весь наш выбор и все поступки отразятся исключительно на нашем же настроении А сама игра и ее мир останутся равнодушными к принятым решениям Учитывая, что главный герой парень Образцовый Летчик с регалиями, сын Советов Участвовал в бомбардировке Соединенных Штатов Отклоняться от своей идеологии он не сможет То есть и возможность вступать в ряды каких-либо фракций или группировок Новый Союз не предусматривает Вся эта правда несколько ошарашивает Выясняется, что игра может предложить достаточно скудный набор интересностей В сравнении со схожими РПГ Проще всего представить игру геймплейно Вспомнить все тот же Fallout 3 Особенно роднит проекты боевая система Реалтайм с активной паузой Во время паузы можно выбрать части тела На которые придутся выстрелы или удары А процентный расчет покажет вероятность попадания Нападают бандиты, монстры, дикие животные Игра и ее экшен-часть пока выглядят в высшей степени неряшливо Хромают анимация, динамика, искусственный интеллект, поведение компаньона С последним, кстати, отдельный вопрос Разработчики еще не уверены Останется ли в игре возможность прямого контроля спутников? В целом картина с Новым Союзом пока что странная С одной стороны, вариант получить православный Fallout С патриотической изюминкой не может не радовать С другой, до уровня и глубины того же Fallout Тут, честно говоря, далековато Какой бы талантливой и уважаемой командой не казалось Bestway Лично нас расстроило не только отсутствие в игре всего вышеперечисленного Но даже элементарная невозможность забавляться с лутом И менять одежду на главном герое Который все прохождение так и отбегает в штанах и кожаной куртке Из-за таких вот мелочей и разрастается ком разочарование Если бы не откровенно слабая организация и непродуманность в отдельных вопросах Игромир 2013 можно было бы похвалить Однако здесь точно было чем себя развлечь и заинтересовать Мы не брали себе задачу описать все игры выставки в данном видео Но рассказали о наиболее запомнившихся Обо всем остальном обязательно выскажемся в наших подкастах Также в ближайшее время ждите материалы посвященные Witcher 3 The Wild Hunt, Killzone Shadow Fall, Divinity Original Sin, Dying Light, Might and Magic 10 Legacy И другим не менее интересным проектам, которые приехали на Игромир в этом году Оставайтесь на орбите GameStar Субтитры создавал DimaTorzok